Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Совсем скоро наступит новая череда праздников, в которые всем нам хочется делать друг другу приятное, удивлять, радовать и конечно же дарить подарки. Уверена, что отличным сюрпризом, сувенирчиком на память сможет стать вот такая зажигалка из бисера. Кому интересно, как сделать такой яркий сувенир, смотрите это видео до конца, я все покажу и расскажу. Итак, начнем. Эта прелесть состоит из самой простой зажигалки и чехла, который мы с Вами будем вязать. Кто вязал шкуты из бисера или другие изделия, тот справится без проблем. А если Вы впервые столкнулись с вязанием из бисера, то возможно придется немного потренироваться. Специально для Вас внизу оставлю ссылку на урок по вязанию таким способом. Еще нам понадобится схема, ссылку на нее я также оставлю в описании. Тем, кто впервые зайдет на этот сервис, нужно будет зарегистрироваться. Схема находится в разделе схемы чехлов и сумочек, можете установить размер 32 бисерины, чтобы быстрее найти ее. Автор схемы Настя Крилл, согласитесь, пройти мимо этой яркой вкусной схемы просто невозможно. В самой схеме ничего сложного нет, набирается она сверху и начало вязания будет снизу от донышка. Единственное, хочу обратить Ваше внимание на то, что вот тут внизу на схеме указаны прибавления, соответственно, синий это донышко, а черный места прибавок, которые набирать не нужно. Так что подбираем цвета для своих цитрусов и включаем диктовалку. У меня вот такой набор цветов бисера, это чешский бисер прициоза 10 размер. Номера перечислять не буду, подбирайте оттенки по своему вкусу. Вязать буду нитками Канариас от YarnArt, чтобы набрать бисер на нить, будем использовать иглу с широким ушком, а крючок как всегда советую подбирать индивидуально, я сама лично каждый раз перебираю несколько размеров. Очень удобно для вязания иметь набор крючков, например, вот такой. В моем наборе крючки от 0,5 мм до 2 мм, и я уже достаточно долго вяжу ими, чтобы сказать, что они классные. Бисер я насыпаю на силиконовый коврик и вставляю нитку в иголку с широким ушком. Посмотрите, как это быстро происходит. Перед началом набора бисера по схеме я советую Вам набрать примерно 100-150 белых бисерин для того, чтобы довязать чехол, если высоты схемы не хватит для зажигалки, как это получилось у меня. Мне пришлось довязывать 3 ряда. Теперь все готово, можно включать диктовалку. Да, кстати, схема начинается с 4 бисерин, а по рисунку там нужны 6, так что здесь тоже добавьте 2 зеленых бисерины. Бисер набран, можно приступать к вязанию. Вязать мы будем с донышка, оно по схеме идет синим цветом, поэтому в конце набора у нас набран синий бисер. И я хочу остановиться более подробно на описании вязания донышка, так как по поступающим от Вас вопросам я знаю, что у многих есть в этом затруднения. По схеме донышко состоит из трех круговых рядов, в которых делаются прибавки по две бисерины в каждом круге. А также добавляются две бисерины в первом ряду цветной схемы. И первый чехол я связала по этой схеме. Как Вы видите, бисер на дне лежит неровно, по краям есть бисеринки, которые торчат наружу. Если сильно натянуть чехол, это становится почти незаметным, но все же такая схема используется для плоского чехла, а нам нужна для объемного. Поэтому мы сделаем чуть больше прибавок и для этого добавим к схеме еще четыре синих бисерины. Вот теперь начинаем вязать. В первом ряду у нас по схеме идет с двух сторон по 13 бисерин, поэтому я вначале наберу цепочку из 11 воздушных петель. Теперь пододвигаем бисер и в самом начале делаем петлю подъема с бисером, ее мы будем считать за первый столбик без накида, дальше в последнюю петлю косички вяжем один столбик без накида с бисером. Далее провязываем в каждую петлю косички столбики без накида с бисером, всего у нас было 11 петель косички. В первую петлю мы провязали уже две бисерины, осталось 10 петель косички, значит вяжем еще 10 столбиков и всего получится в конце ряда 12, а с каждой стороны у нас должно быть по 13 бисерин. Значит в последнюю петлю косички мы делаем прибавку и провязываем еще один столбик с бисером. Итого у нас на данный момент провязано 13 бисерин. Теперь поворачиваем вязание. Сейчас мы будем вязать столбики без накида с другой стороны косички. Развернули вязание и сейчас в первую петлю, в которую мы только что провязали две бисерины, провязываем еще два столбика без накида с бисером. Всего в этой петле на повороте будет 4 бисерины. Дальше в каждую петлю косички провязываем по одному столбику с бисером, считаем каждую бисеринку, с этой стороны также должно встать 13 бисерин, а всего в ряду должно получится 26. Итак, провязали 11 бисерин, нам сейчас осталось поставить 12 и 13 бисерин, ищем ту петлю, из которой у нас была сделана петля подъема и провязан самый первый столбик. Именно в нее нужно провязать сейчас два столбика с бисером. Завели крючок, первый провязали и сюда же второй. Первый ряд мы осилили, получилась вот такая кракозябра непонятная, дальше будем вязать по кругу и во втором ряду нам нужно будет также добавить всего 4 бисерины. Вот здесь на повороте находим первую бисерину, заводим крючок в петельку под ней и вяжем первый столбик второго ряда, дальше находим вторую петлю под второй бисериной и заводим крючок в нее, провязываем столбик с бисером. Теперь в эту же петлю сделаем прибавку и провяжем еще один столбик с бисером. Получается, мы уже провязали в этом ряду три столбика. Дальше вяжем по одному столбику с бисером в каждую петлю предыдущего ряда. Вот остались две бисерины с этой стороны предыдущего ряда, а в новом ряду провязано всего 12 бисерин. Сейчас заводим крючок вот в эту петлю, вяжем столбик с бисером, это 13, и в эту же петлю провязываем 14 столбик с бисером. Теперь в последнюю петлю с этой стороны провязываем 15 столбик с бисером. Дальше двигаемся в обратную сторону и не забываем считать. Это у нас будет первая петля, в нее мы провяжем первый столбик с бисером, во вторую петлю сделаем прибавку. Провязываем первый столбик, это будет два, сюда же вяжем второй, это будет три. Дальше вяжем в каждую петлю по столбику с бисером и продолжаем считать. Всего провязали 12 столбиков. Вот сюда вяжем 13 столбик, в эту же петлю провязываем прибавку, это 14 столбик с бисером и заканчиваем второй ряд, вяжем 15 столбик с бисером. И вот посмотрите, у нас получается плоский овал, вот теперь бисер не будет торчать на дне зажигалки. У нас остались 32 синих бисерины, по 16 на каждую сторону нашего овала. В предыдущем ряду у нас получилось всего 30 бисерин, значит всего осталось сделать две прибавки. И в этом ряду мы их сделаем по одной из каждого края. Вот мы провязываем первый столбик и сюда же сделаем прибавку, провяжем второй столбик с бисером. Дальше вяжем по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Провязали 16 столбиков до поворота, в следующую петлю делаем прибавку, провязываем два столбика с бисером в одну петлю. И довязываем ряд до конца по одному столбику в каждую петлю. На этом синий бисер у Вас должен закончиться. Далее по схеме вяжем основной узор. Больше никаких прибавок делать не нужно, перепроверьте количество бисерин в ряду, и если Вы нигде не сбились их будет 32. Когда начнется рисунок, проверьте, как он складывается, чтобы все бисерины были на своих местах. И еще хочу сказать, что начинала я крючком 1 мм, сейчас решила поменять его на более мелкий. Вязать стараюсь как можно плотнее, чтобы зажигалка в чехле сидела плотно, а не болталась по нему. И вот о чем я говорила, у меня закончился бисер набранный по схеме, а на нитке остался только белый бисер, который мы набирали вначале дополнительно. И как Вы видите, еще нужно здесь добавить 2 или 3 ряда. Смотрите по своей зажигалке. Специально для новых чехольчиков купила новенькие зажигалки. Вытаскиваю отсюда свою нерабочую старушку, которая долго служила мне для подпаливания мононити, и вставляем на ее место новенькую зажигалку. Я не стала заканчивать новый чехол без примерки. Провязала здесь немного белым бисером после того, как у меня закончился рисунок. И помните, я говорила набрать 2 зеленых бисерины дополнительно. Вот здесь они встали на свое место и рисунок закончен. Когда я вязала первый чехол, я не заметила это и вот здесь у меня незаконченная только получилась. Итак, делаем примерку. Вставляем новенькую зажигалку в новенький чехол. О, смотрите, как все встало идеально. Значит чехол готов. Сейчас заправим ниточку и этот сувенирчик будет ждать встречи со своим новым хозяином. Обратите внимание на донышко, все бисеринки легли ровно, нигде ничего не торчит. Теперь обрезаем нить и делаем после последней бисерины еще один полустолбик без бисера, чтобы немного сгладить ступеньку завершения. И дальше заправим нить в петли крайнего ряда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На этом мастер класс окончен, надеюсь Вам понравилась такая идея для подарка. Не забудьте написать об этом в комментариях, для меня важно Ваше мнение. Также буду благодарна за лайки и подписку на мой канал. Встретимся в новых видео, с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.